Мы живем в такое время, когда народ Божий должен искать ответы только у Бога и только в Его Слове. Пожалуйста, услышите меня. Кризис, который мы переживаем сейчас, отнюдь не является следствием ужасов бандитизма или смертельной пандемии. Все дело в отклонении от истинной христианской веры. Мы вступаем во времена дискриминации, гонений и отчуждения. Христиане уже сталкиваются с этим сейчас, но в будущем также ждут тяжелые времена. Поэтому нам надо подготовить к этому существующие и будущие поколения умственно, телесно и морально. Тому, как это делать, мы можем научиться у христиан, которые были до нас и переживали гонения в течение сотен лет. Но, возможно, нет группы людей или народа, который испытал бы больше гонений, страданий и дискриминации на протяжении тысяч лет, чем еврейский народ. Это не только исторический факт. Об этом также четко и ясно рассказывается в Священном Писании. Итак, я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли 128-й Псалом. Евреи — это самый древний народ из всех, живущих на планете Земля. В то время как христиане переживали и испытывали гонения в разных частях мира на протяжении двух тысяч лет, еврейский народ так или иначе встречался с притеснениями в течение четырех тысяч лет. Мы видим это на протяжении всей истории. Во все время их существования их били, их ненавидели, их гнали, их преследовали, их пытались истребить, но в результате всего этого они все равно выжили. А вот почему, если бы мне пришлось выбирать название для послания к этому и следующему поколению, то я бы выбрал «Учитесь у Израиля», «Учитесь у евреев». Итак, 128-й Псалом написан в таком стиле, когда исполнитель Псалма, он же ведущий музыкант, произносит какую-то фразу, а все остальные люди за ним повторяют. «Взгляните, пожалуйста, вместе со мной на первой и второй стихи, и позвольте мне сейчас побыть немного солистом». Ну а вы уж тогда будете собранием поклоняющихся. Итак, давайте начнем и будем вместе двигаться вперед. Если вы готовы, начинаем. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль». Под юностью Израиля понимается период, когда во время египетского рабства они объединились вместе, как один народ. 400 лет они были в рабстве, испытывая боль и страдания. Перед тем, как Бог освободил их. Это считается временем юности Израиля. Об этом же можно прочитать в книге пророка Осии. Это 11 глава, 1 стих. Посмотрите, а вот что он говорит здесь об этом. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Точно так же и Матфей, автор одного из Евангелий, с этими самыми строками связывает исполнение пророчества об Иисусе, который до определенного времени был сокрыт в Египте, пока Бог не призвал его оттуда. Так же, еще Матфей сравнивает Израиля с сыном, который не был послушен Богу, а Иисуса с сыном, который был послушен. Итак, после многих лет рабства под властью фараона, количество народов все равно увеличивалось. «Поэтому, отчаявшись уменьшить их численность через притеснение, фараон решил убивать всех мальчиков-первенцев, но Бог защитил Моисея и воспитал его для того, чтобы освободить их от рабства, но давление на них оказывалось не только в то время». Обратите внимание, как там написано. Их притесняли не только в юности, но от юности началось это притеснение. То есть, начиная с этого времени, их начали притеснять. От юности так сказано в Псалме. И многие из вас знают события, описанные в Библии. Я не буду повторяться на этот счет. С самых первых дней и до момента написания этого Псалма их изводили и преследовали, как назойливые комары. «Филистимлине» и «Ассирийцы», «Моавитяне» и «Моавитяне», «Эдомитяне» и прочие. Но все эти народы были осуждены за идолопоклонство и за блуд. И в итоге все они понесли заслуженное наказание. Вторую половину этого Псалма теологи называют «проклинающий». Это слово является производным от слова «молитва» и образуется путем добавления к оригинальному слову приставки «им». То есть из молитвы получается «проклятие». Или если перевести это буквально, то это молитва против кого-то или чего-то. Вот такая своеобразная игра слов. В этой молитве заключено прошение к Богу осудить тех, кто ненавидит и преследует Божий народ. Возлюбленные, послушайте, это очень важно. Эта мысль не противоречит тому, чему Иисус учил нас в 5 главе Евангелия от Матфея. Здесь не говорится о желании отомстить, наказать и осуществить суд собственными силами. Нет и еще раз нет. Между Новым и Ветхим Заветом нет никаких разногласий. Конечно, мы молимся за наших врагов, как и велел нам Иисус. Ведь, понимаете, с Его стороны это не было предложением. Это было именно повелением. В 5 главе Евангелия от Матфея, посмотрите, 45 стих, где Он говорит, чтобы мы делали это из-за, как называют это теологи, всеобщей благодати. То есть благодати для всех. А что же это такое? Солнце встает и над злыми, и над добрыми, дождь идет для праведных и неправедных. Вот из-за этой всеобщей благодати мы молимся за наших врагов. А вот что наш Господь говорит нам. Но это не означает, что Бог в итоге не воздаст злым за их дела. Он обязательно сделает это. И каждый раз, когда мы произносим в молитве, «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя», тем самым мы говорим, «Бог, осуди зло и нечестивых за это зло». Каждый раз, говоря «Да придет Царствие Твое», мы молим, чтобы Бог принес суд всем злым сердцам. Иисус никогда не говорил, что мы не должны желать торжества справедливости или осуждения для Божьих врагов. Нет. Так как же нам тогда молиться за наших врагов? Ну, во-первых, мы должны молиться за их обращение, чтобы они покаялись, чтобы они отвернулись от своих злых дел и приняли Христа как Спасителя. Мы молимся, чтобы они прекратили делать зло, чтобы они раскаялись и сошли со своих злых путей, чтобы перестали враждовать с Богом и Его народом. Наши молитвы не для того, чтобы они процветали, творя свои злодеяния и были успешны делая зло. Не этому Господь учит нас. Мы не благословляем их, желая им, чтобы они с еще большей головой утопали в своей грязи. Ни в коем случае мы молимся, подобно апостолам в книге Деяний. Это 4 глава 29 стих. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Главная причина молиться за врагов, озвученное Иисусом, так это, чтобы они покаялись. Вторая причина – это напоминание нам, чтобы мы не брали суд в свои руки. Мы не должны принимать меры сами, но мы должны идти к Нему. Не зря же Он говорит, «Месть принадлежит Мне». Так говорит Господь. И позвольте мне сказать вам, «Я достаточно пожил, чтобы убедиться в этом. Его возмездие гораздо более сильнее, страшнее и серьезнее, чем вы можете себе представить». Многие годы нам пытались внушиться, что Иисус был робким, слабым, беспомощным, и что мы должны быть такими же, но они просто не в курсе, что Иисус прямо сейчас облачен славой на небесах. Книга Откровения описывает нам Иисуса свечом, исходящим из Его уст, с большими письменами на бедре и верхом на могучем коне. Поразительно, что те, кто не хотят принимать проклинающую часть этого псалма, не видят, сколько же в ней милости, а в ней очень много милости. Ведь в ней речь не о том, чтобы Бог отправил всех злых людей в ад, хотя в свое время Он это сделает. Но они не просят Его об этом. Они не просят Его, чтобы Он хотя бы обрушил на них те же страдания, которые они причиняли Его народу. Псалмопевец просто просит, чтобы их злые замыслы не сбылись. Есть три момента, на которые я хочу обратить ваше внимание в их проклинающей молитве. Только не надо паниковать. Хорошо? Это не серия из трех проповедей. Это просто три пункта. Обязательно запишите их себе. В пятом стихе говорится, он молится, чтобы они были постыжены. В шестом и седьмом стихах он молится, чтобы они не имели успеха. Ну и в восьмом стихе он молится, чтобы они не имели благословения. Что ж, давайте пробежимся по ним очень быстро. Противоположность стыду – это подсчет, который во времена Ветхого Завета обретался путем военных побед, особенно если победа одерживалась над Израилем. Поэтому все, о чем просит псалмопевец, это чтобы враги повернули назад, чтобы враги пережили позор поражения. Во-вторых, в шестом и седьмом стихах он просит, чтобы их планы не имели успеха. При этом он использует очень причудливое, но очень эффективное сравнение. Чтобы его понять, нужно хоть немного представлять, что такое Ближний Восток. Это очень необычно, хотя во многих народах, во многих городах, например, в Нью-Йорке, можно наблюдать сады на крышах, но это не совсем то, о чем он говорит. Он молится о том, чтобы нечестивые были, как трава на крыше. Дело в том, что крыши в то время делали из глины. И если семена попадали на такую крышу, то некоторые из них, если и вырастали, то очень быстро засыхали и умирали из-за отсутствия воды и почвы. Они просто не могли стать большими растениями. Любая травинка там очень быстро засыхала. Об этом и просит псалмопевец, чтобы у нечестивых не было даже малейшего шанса на успех. Он желает, чтобы их планы полностью засохли на самом корню и умерли, чтобы, придя, жнецы не смогли найти там даже горсти урожая, даже малости какого-либо зерна. Итак, во-первых, мы просим, чтобы они были постыжены. Помните об этом. Далее, во-вторых, чтобы они не имели... Давайте все вместе не имели чего? И в-третьих, восьмом стихе, мы молимся, чтобы они не имели благословения и не преуспевали в своих злых замыслах. Седьмой и восьмой стихи связаны между собою, потому что во времена Ветхого Завета это было обычным делом молиться за урожай и жнецов, которым приходилось очень тяжело работать во время жатвы. Их благословляли. Это было нормой. Можно увидеть пример этому в книге Руф во второй главе. Помните момент, когда Ваос молился за них, когда они проходили мимо него. Но нам было бы неправильно таким же образом благословлять тех, кто делает зло. Это было бы оскорблением по отношению к всемогущему Богу. Это как если бы кто-то из народа стал сотрудничать с врагами. Мы называем таких предателями. И в книге Откровения, в 12 главе, в 4 стихе, мы видим картину, как дракон стоит перед женщиной и ждет, когда же она родит, чтобы пожрать с младенцем, как только он родится. Мы знаем, что женщина – это Израиль, а ее младенец – это ее сын – Мессия, Иисус Христос, который родился для исполнения пророчества. Дорогие мои друзья, Бог спас это дитя, восхитив и посадив его на трон. Там и находится сейчас Иисус. Он восседает на троне в этот момент. Это является исполнением строк из 3 главы книги Бытия, 15 стих, где сатана снова и снова постоянно пытается укусить Иисуса за пятку, но, слава Богу, Христос сокрушил его, поразив голову. С самого момента рождения Иисуса в Иудейском Вифлееме сатана пытался убить его, начиная с подстрекательства царя Ирода на убийство всех младенцев в этом городе и заканчивая незаконным инсценированным судом, где был вынесен смертный приговор невинному и безгрешному Сыну Божьему. Сатана все время пытался уничтожить его, но, слава Богу, что на третий день Иисус воскрес из могилы вместе с каждой частичкой Его всемогущества. Он воскрес! Это исполнение 3 стиха 128-го псалма. «На хребте моем орали ротаи, проводили длинные борозды свои, они бичевали спин нашего Спасителя, так же, как фермер спахивает свое поле». Пророк Исаия в 53-й главе, 5-м стихе, также предвидит страдания нашего Господа Иисуса Христа. Он говорит, он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Победа, о которой говорится в псалме, никогда, слышится, никогда не достанется сатане и его последователям. «Победа принадлежит Иисусу Христу и тем, кто верит Ему». Откровение, 11-я глава, 15-й стих. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его». Я не могу дождаться, чтобы увидеть это. Возможно, все случится скорее, чем мы думаем. Мы живы благодаря Иисусу. Благодаря Его победе мы тоже будем торжествовать. Мы одареем сатану и любое зло, потому что Иисус уже победил. В Евангелии от Иоанна, 16-й главе, в 33-м стихе говорится, «В мире будете иметь скорбь, но...» Послушайте, не упустите эту важную часть, но... И давайте повторим ее вместе со мной, но... «Мужайтесь, я победил мир». Псалом подтверждает это. «Но не одолели меня». «Но не одолели меня». Подходя к заключению, я уверен, что кто-то из вас хочет спросить, почему шаблон всегда одинаковый? Почему Израиль сначала терпит притеснения и потом побеждает? Почему Иисус Христос сначала переносит страдания, а потом с победой воскресает? Почему христиане сначала проходят гонения и потом получают победу? А ответ можно найти в Писании, чтобы мы знали, что наша сила не от нас, а от Бога. Во 2-м послании к Коринфянам, в 4-й главе, 7-го по 11-й стих, апостол Павел с уверенностью говорит, что у нас есть некое сокровище. О чем это он говорит? «Евангелие Иисуса Христа, но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах». Почему в глиняных? Ведь это же небезопасно. Почему же не в надежных железных сосудах? Да чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И вы можете сказать на это свое громкое «Аминь». Павел говорит, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, «Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Есть очень сильный христианский символ, который написан на латыни и расположен на Синае, там, где, предположительно, произошла история с несгораемым терновым кустом. На нем написано «Но он не сгорает». «Но не сгорает». Я прошу вас, давайте скажем эту фразу вместе. «Божий народ может быть в угнетении, но его никому не уничтожит, и он может, присоединившись к апостолам, сказать, «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». И весь народ Божий сказал «Слава Богу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова